Ноябрь 21 года. Следственный комитет России по Владимирской области поступает обращение о пропаже человека. В нем расписали все. Имя, возраст, во что одет, в том числе место работы, такси. Через несколько часов обнаружили и саму машину в Рязанской области. Позже тело. Вскоре следователям удастся восстановить всю картину произошедшего. 17 ноября 21 года мужчина взял заказ отвезти двух нижегородцев до Касимова. На дороге вся трагедия и развернулась. Попросил его остановиться на обочине. Таксист остановился вот здесь на обочине. Я достал нож. Слезал ему руки. Сказал, чтобы он шел в лес. Отошли метров 30 лес. Слезал его там к дереву. И шел назад. Водитель такси смог освободиться. Это заметил один из злоумышленников. Он и решился на убийство. Нанес водителю больше 15 ножевых. После нижегородцы скрылись с места убийства на автомобиле такси. Машину они бросили на одной из улиц областного центра. Личности, причастны к совершению указанных преступлений, были установлены в кратчайшие сроки. Ими оказались два жителя Нижегородской области 1988 и 1996 годов рождения. Один из них был задержан в Рязанской области, второй на территории Тамбовской области. Старший из подсудимых, признанный в том числе виновным в убийстве водителя такси, осужден к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Его сообщник 6 годам 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Примечательно, что это не единственный случай нападения на таксиста в том году. При этом сами убийства не были связаны друг с другом. Второй случай произошел уже в декабре. Тогда тело пенсионера нашли на несанкционированной свалке. Известно, что мужчина подрабатывал частным извозом. В преступлении следователи подозревают соседа убитого.